Апикс, забери свой выигрыш. В игре высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Играть тут проще простого. Делаешь ставку и как только коэффициент пошел вверх, тебе решать, когда выйти из игры. Можно играть более осторожно, либо довериться интуиции, забрать крупный выигрыш, пока шкала не остановилась. Также есть функция автовывода при заданном коэффициенте. У них множество положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Кстати, если хочешь получить бонус, то переходи по ссылке в описании и получи бесплатную игру в подарок. И как бы половина страны думала, что меня зовут Паша Топский. То есть были в полной уверенности, что я читаю про себя трек о том, какой я крутой и классный, и надежный и прочее. А потом уже только через некоторое время я рассказал людям, что это на самом деле мы товарищи, и что я про коэффициент, а не про себя любимого. Ну то есть до кого-то дошло, конечно, в самом деле вообще нет, сколько ироников, а до кого-то и нет. Тогда расскажи про трек, который тебя жутко бесит. Да, вот Павел Топский, если тебе понравится, то меня жутко бесит. Это, не знаю, я в каждом городе приезжал, уже прошло тысячу лет, и кого не просят его исполнить, а меня уже рвот на позывы, горло подкакивает, каждый раз я слышу, что первые нотки. Поэтому все, да. Очень так все дурко. Я поняла, да, я готовилась к интервью с тобой, посмотрела твое интервью, я была готова к этому, я знала, на что иду. Я, кстати, твои тексты показала одному психологу, я говорю, слушай, я не знаю, как бы ко мне сегодня чувак придет, вот такой, я вообще не знаю, кто, как с ним себя вести. Она мне, знаешь, что сказала? Беги. Но видишь, я здесь, поэтому... Мне кажется, ты зря плачешь, ты человек. Хорошо. Если плачет. Нет, нет, это такой, знаешь, разнорабочий психолог. Слушай, у тебя скоро концерты большие в Москве, в столице, да? А, да? Да, 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 вот. Что готовишь? Рэп. Так, очень, да, концептуально. Кстати, сейчас так многие зарабатывают деньги. Да, у тебя какие-то будут сюрпризы, секреты? Ну, в начале, теперь это прям из трима. Какие-нибудь сюрпризы, секреты? Да, да, да. Тайные гости, новый материал? Ну, во-первых, я хочу, ну, лишнее, не то, что хотел, хочу, а соберу большую часть всех, кто у меня был на релизе, всех своих старых друзей. Вот, плюс еще мы приготовили в начале небольшой сюрприз в виде... Да, в виде сюрприза. Да, тоже, это называется сюрприз в итоге. Поэтому таким и должен остаться секретным. Ну, да, я думаю, будет очень масштабно и весело, и все знакомые лица. Круто. То есть ты прям будешь удивлять и удивлять и удивлять. Я родился, да. Каково это проехать столько городов? Ты был в туре, да, и сейчас, по-моему, находишься в нем. Да, я не ошибаюсь? Да, я прям сейчас в туре. Да, классно, молодец. Как это проехать столько городов без Бэк МС? Тебе тяжело вообще в туре? Как здоровье? Потому что я лично заметила такую тенденцию, что сейчас многие артисты, особенно молодые артисты, реально не выводят этот движ, и все сдаются, отменяют свои туры. Ты как держишься? Я старый закалкиваю, может, человек, я могу себе позволить, я могу себе позволить, как бы, вообще все это делать, даже глазу не могу. Плюс, ну, у меня была суперкоманда, во-первых, и супермашина, и суперкомпалка, все это круто, поэтому, как бы, я не жаловался, да и никто не жаловался. Все знают, что это будет жестко, но все были готовы к этому, и, в общем-то, я поболел, может быть, там, у меня два силы. Раньше бы я, может, там, после этого не свалился бы на неделю, но вот теперь. А как ты относишься к ребятам, которые свои туры отменяют, прямо поголовно, и, ну, ты считаешь, это нормально, вот, артисты, когда тебя так ведут? Кусси? Кусси. О, да, слушай. Я не вижу. В одном из видео на концерте, ты сейчас поймешь, на каком, ты очень сильно приуныл на партию Фараона в треке 5 минут назад, и это видео, мы его, естественно, выложили у себя в Инстаграме, оно собрало у нас 500 тысяч просмотров, это наш личный рекорд, и я вообще предлагаю распечатать твоё фото, повесить у нас в офисе, как бы, ну, да, чё. Но... В реалоте. Да, но всех очень волнует, а что с тобой случилось в этом ролике, чё ты так приуныл? Ну, я приумал от того, что этот трек, собственно, как и Павел Топский, ну, не Павел Топский, а трек Павел Топский, тоже мне жутко надоел, и я не хотел его исполнять, но кто-то из моих друзей сказал, надо, Тёма, надо, я сказал, окей, окей, но я не буду читать. Мы просто не включили этот трек, я просто встал, убрал микрофон, как бы, и смотрел на людей, вот, смотрел на их реакцию, что вообще происходит, ну, и, как бы, немножечко устрал язык. Перформанс, да. Да, но, на самом деле, прикол-то в том, что, как бы, этот видос там давно лежал, но почему-то появился он в таком ажиотаже, через месяц-полтора, я думаю, да, не знаю, так что я думаю, что это скорее связано с обстановкой вообще в «Музоне», нежели с тем, что это было круто. Что было, то было, но я мечтаю научиться этому взгляду, которым ты смотрел тогда в этот момент на публику. Ну, раз уж мы начали говорить про фараона, наверное, будет логичным, если я задам тебе всё же этот вопрос. Что ты думаешь вообще по поводу распада Дэд Дайности, как так вышло, и какие у тебя сейчас отношения с фараоном? Я когда увидел новость о том, что все ребята начали смешно покидать объединение Дэд Дайности, станцевал танец, такой, эй, наконец-то, наконец-то, чуваки просто реально из-за этого выросли. И, ну, те амбиции, которые они в итоге перед собой ставят, они были гораздо дальше, чем, вот, просто быть обслуживающим персоналом для Глеба Фараоновича. Вот даже так. Ну, я думаю, это стало так, как только Дэд Дайности переименовали в Фараон Дэд Дайности. Ну, ничего не могу сказать. Вот, но, в общем-то, это их теория, как бы, я в них не участвовал, и более того, как бы, я не был особо с кем-то на общухе, вот, весь этот промежуток премии, вот, но, чё, и вышли на связь, как только вот всё это закончилось, я не знаю. Они были свободны, и теперь модель телефона, паспорта, обратно? Да, они, да, слишком, не говоря, обрадовались просто. Ну, то есть, в принципе, в Глубне Души ты рад, что так вышло. Ты злорадствуешь? Нет, чё вы не злорадствуете-то, если бы, понимаете, как бы, ну, приносило мне какое-то, да, типа, реальную пользу. А так я просто радуюсь от чуваков, что они психологически, типа, теперь чувствуют себя лучше, вот, всё. А у тебя какие отношения сейчас с Фараонов? А никаких, и вообще... А как они закончились? Последний раз мы были на спорт AP презентации, по-моему, вот, и он приходил там с менеджером, с Олесей просто в гости, ну, как бы, визит-вежность, то есть, концерт, мы немножечко потусовались, я там, всё, пожали руки, я подарил ему, там, эту подвеску, вот, у меня был там рисунок с сердечком, с этим, с молниями, вот, я сделал у Мози подвеску, типа, подарил ему, как-то там, подарил там, Олесе. Что-то ещё, и всё, и, как бы, на этом, в общем-то, я думал, что я тихо, спокойно, как бы, сейчас с ним доделаю тело, типа, и всё, и всё, вот, собственно, потом мы с ним видели сразу, что ещё вот на, когда была Афиша в парке Горько, я с этим, с Пашей Мипом мы были, он мне помогал, типа, ставил треки мне, в роли диджея у меня, вот, и я, как бы, вот, там, чтобы их встретиться, я вот Пашу посадил хлеб, типа, поздоровался, спрашивал, всё, ну, и, как бы, вот, собственно, это был последний раз. Ну, вы прям захотели друг друга? Нет, скорее просто, мне, что-то, тишина в эфире. Угу. Вот. Я тебя услышала, и все тебя сейчас послушали, никуда не переключайтесь, мы уже очень скоро вернёмся, пока уйдём на небольшую музыкальную паузу, а я пойду краснеть и брать фотографии, автографы. Да. Ну, куда же без Глеба в паралон вещь это, а? Никуда. Всё хорошо. Да, не поздно, да, не знаю, с тем же Дэнни Брауном, с таричком, сделать что-нибудь, или там, с группой хоррор, хотя они, конечно, не милочки, но всё равно, не важно. Но, как бы, да, у меня в приоритете немножко другие вещи, нежели просто поднять шумы старика. Что? Не знаю, как это ещё более корректно сформулировать. Ну, слушай, этот, вот, почему-то мы начали говорить про вот эти коллаборации, старые, новые. Как тебе новость о том, что фараон выступил на разогреве у группы Ленинград? У группы Ленинград? Очень круто. Ну, типа, если кто-то считает, что из Дашкуар будет принимать, на самом деле, хайлайф. Не, я не считаю, что из Дашкуар, просто интересно, как ты к этому. Не считай, как камеры. Нет, нет, камеры были все в прошлом выходе. Здесь больше не будет камеры. Я тебе потом расскажу. Ну, что? Слушай, ладно, тогда перейдём к букинг-агентству, Waze Booking. С чего началось, почему ты решил букироваться там, и кто занимался букингом депо до этого? До этого не было никакого особого у нас своего букинга, да и как бы Waves, и наш букинг, по сути. Вот, просто Waves. Да, это наши партнёры, которые, в общем-то, нам всё это помогли исполнить в жизни все наши планы и затеи. Вот, но просто у них была такая предыстория, есть такой товарищ у нас, не буду говорить его имени, он тоже рэпер, в общем. И эти ребята взялись делать ему презентации и в Питере, и в Москве, вот. А там с ним приключилась такая не очень однозначная история, в общем, человек сошёл с ума и будущей уже в этом состоянии, как бы, они всё равно всё довели до конца. И, то есть, это реально, я говорю, пацаны, вам надо памятник поставить, потому что я знаю, насколько это тяжело общаться с людьми, которые вообще не в адеквате, ну, то есть, космос просто перед ними. Вот, это реально сложно, а когда ты ещё пытаешься сделать такую, какую-то сложную историю, как там целый концерт, а то там целый-то два было, презентация альбома была, все дела. Вот, да, конечно, это сложно, и, типа, они меня вот в этом моменте впечатлили очень. Вот, да и в итоге оказалось, что парни, вообще-то, умеют работать, всё хорошо. Круто. Слушай, расскажи, на одном из треков, называется он Hot Wheels, ты поработал с продюсером Hot Sugar, да, и мы вообще очень любим обмусоливать, когда наши артисты работают с западными, поэтому расскажи, как так вышло, как вы познакомились? Да, как по классике, вот, по-новому, современному, просто, типа, в Инстаграме пишешь, what's good, man. Да ладно, серьёзно, просто так, в Инсте? Да, да, конечно. Это какая-то магия, если честно. Всё гораздо проще, чем можно представить на самом деле, если ты реально что-то из себя представляешь, ты крутой, делаешь что-то крутое, естественно, другие такие же люди это замечают, понимаете, это ничего в этом нет удивительного совершенно. Посмотрите на бэби-тейпа, просто, даже годы, вполне, не прошло ещё, вот, ну, типа, вот сегодня ночью выйдет Dragonborn, и вы увидите просто, кто там, как читает, и вы просто поймёте, как это легко, на самом деле, просто, то есть, типа, будучи, не знаю, если бы кто-нибудь другой, да, там, типа, появился, подошёл к этим людям и решил, ну, назвать их всех на релиз, вряд ли бы это вообще вышло на свет, вряд ли бы это кто-то услышал. Ну, у этого парня получилось, это не просто так, то есть, ну, я говорю опять, то есть, если ты адекватный, крутой и свежий, то такие люди тебя, ну, видят и как-то ценят, потому что это не так уж и часто. Исходя из этой магии, если тебе вдруг кто-то напишет в директ в инстаграме, он покажется тебе очень крутым, ты вообще изи с ним поработаешь. Так вот, с бэйби-тейпом, такая же история произошла один в один, как ты говоришь, понимаешь, я просто, типа, вот мне в своё время, там, вайтпанк, да, включил бэйби-тейп, я говорю, ну, да, круто. Потом что-то прошло, там, несколько месяцев, я что-то сел, сам послушал, вот, и однажды просто выкладываю историю, сколько я описуюсь, типа, там, что-то дома, не знаю, хрен не занимаюсь, вот, и слушаю бэйби-тейп, и он мне, значит, директ пишет, типа, о, салют, типа. А это я? Да, типа, блин, вот, я, говорю, тебя тоже шарит, типа, ты там, слушай бэйби-тейп, и я говорю, че, позорное, вот, не прошло, там, в стиле месяца, мы записали, первые уже демки. Это круто, ребята. Вообще вот так вот, на раз-два, главное, ну, типа, быть собой и делать круто, понимаете? Да, мы тебя понимаем, и ребята, которые слушают нас, тоже понимают, поэтому мы сейчас идём на небольшую музыкальную паузу, а я вам предлагаю закидать директа Бульвара Дэйпо своими сообщениями. Сотрудничестве. Нет, не надо, не надо. Нет, нет, сделайте это, сделайте, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Сотрудничестве. Сотрудничестве.